Приветствую, вы смотрите программу «Отражение», я Оксана Пилькина, и сегодня у нас в гостях Святослав Горький Лук, писатель и блогер. Рада вас снова видеть в этой студии. Ну, заем. Да, снова в Харькове. Какова причина на этот раз? Что привело в Харьков? Оксана, я бы без причины приехал. Ну, это прекрасно. Ну, а в прошлый раз мы познакомились с вашими врачами, с кардиохирургами из четверки. Они оперируют детей, и я там был буквально пару часов, настолько на меня это поддействовало. Я сказал, еще раз приеду. Написала мне Кира и сообщила, что приезжает команда Билла Новок. Вот, и приезжает в сентябре, он приезжает не один, а со своей группой, интернациональной группой кардиохирургов, и будет работать здесь. Ну, это, я не сказал, буду обязательно, если даже пешком пойду из Киева, то... Вот, это она сообщила мне в... где-то в начале июля, я потом только дни считал. Вот. Договорились, и вот я приехал, я хочу все-таки как-то продвинуть их работу, написать об этом, популяризовать, потому что они действительно делают грандиозные вещи абсолютно. Я даже не подозревал, что вот где-то рядом... Мне что-то теперь кажется, что весь Харьков только об этом и говорит. Да, и не только Харьков, наверное, должны Киев говорить, и Одесса, и Львов там, вот, посмотри, что они делают. Вот. Да, да, то есть это фантастика абсолютная, то, что происходит вот в медкомплексе, ну, конечно, приехал. Я писатель, я хочу в этом книжку написать, это я считаю очень важно. То есть это вот будет та литература, которую будут читать после войны? Добрая, вечная? Я так думаю, что не стоит откладывать, как только она будет готова, ее надо читать, потому что война войной, а жизнь по расписанию, на самом деле. То, что они делают, это не менее важно, чем война. Понимаешь, Оксана, тут как, если человек родился, он должен жить. Вот. Я смотрел на операции, которые они делают детям, ну, например, там, до года, да. Да, то есть это будущая жизнь, которая должна быть обречена. Мне очень понравились именно человеческие компоненты этому. Потому что, знаешь, если быть циником, да, таким абсолютно уже, да, то все как бы поочиняется целесообразности, и медицина тоже. Понятно, что обществу выгоднее лечить взрослых людей. Поскольку они работают, они привезут какую-то пользу, они могут вернуть, они могут за себя оплатить эту операцию. Вот, ребенок, все-таки, это судьба под вопросом, не зная, что из него вырастет, как оно будет потом. И вот то, что они делают, ну, это стопроцентная инвестиция сердца, ты понимаешь? Да, они не делают как бы расчетную пользу, но именно вот это вот отличает человека от животного, понимаешь? Я действительно посмотрел. Я здесь третий день. Да, да. Первый день был выходным. Вот, ты знаешь, это три дня, которые, ну, в каких-то других обстоятельствах, они требуют нервной энергии за год. При том, что я только смотрел, пытался понять, что там происходит, как живут эти люди, мне даже трудно представить. Какие там у них обороты именно нервные, да, затраты энергии собственные. Ну, это грандиозно. Я очень рад, что я приехал. Честно, я думаю, что мог, например, заняться чем-то другим, мне страшно от этого, мог такой шанс потерять. Как-то твой график перестроился, вот, ну, обычный, привычный график жизни, там, подъемов, просыпаний, из-за того, что теперь приходится общаться с врачами, пристраиваться к их графикам? Чуть-чуть, нет. Если ты работаешь самостоятельно, ну, то рано или поздно приходишь к тому, что твой рабочий день, он, в принципе, совмещается с общепринятым. То есть, я знаю, что, например, там, есть такое представление, что писатель, он, допустим, ночью работает, пока у него вдохновение, а днем он там спит, как паук свеет, и пауки. Ну, это не так, на самом деле, потому что если это делать регулярно, то можно доиграться до такого эффекта, как, ну, как бы джетлаг, понимаешь, когда у тебя перекашивается, как бы, время суток. Поэтому, если писать профессионально, то есть ставить какие-то планы творческие, их воплощать, а не просто, вот сделал, отдал, то рано или поздно попадаешь с человечеством в общий ритм, нельзя жить, как все, да. Вот, а касательно того, что подгонять график жизни под работу врачей, ну, приходится, да, они немножко не такие, как мы, не такие. Окей, надо, ну, я смотрю, вот, кое-кто умеет спать, как Штирлис, да, там, допустим, тот же Билл, да, он раз, закрыл глаза, вытянулся, поставил свою палку эту легендарную, да, отключился ровно на 22 минуты 47 секунд, потом включился и... Ну, это, конечно, ну, они так умеют, это врачи высочайшей вообще квалификации, да, или, допустим, Игорь Поливенок, да, это люди, которые умеют жить в каком-то своем измерении, я вокруг них бегаю, пытаюсь попасть в самые интересные, важные, как мне кажется, места. Да, ну, три дня это не такой срок, как бы, чтобы вылететь из графика или сменить там образ жизни, сложно, да, но никто же не спрашивает, допустим, хочет он домой, там, или ему придется остаться. Вот, сегодня узнал, оказывается, утром у женщины был инфаркт, да, нет, стоп, у женщины сердце остановилось, инфаркт был вчера, а позавчера было еще что-то, то есть, вроде бы, день расписано на них, да, и тут, на тебе, гром с неба, и все, как говорится, изменилось. Поэтому жить в режиме врача, это... Тем более хирурга, тем более кардиохирурга. Да. Ну, я смотрю, вот, масса впечатлений, эту книгу все-таки легко будет писать, да, вот, как бы, все по свежему. Еще нет, то есть, нету на рабочих набросках? Нет, есть, конечно, есть, но, Оксана, ты понимаешь, я бы не хотел просто, чтобы это был рекламный буклет, понимаешь, да, то есть, надо действительно написать, как там это все происходит, оно, на самом деле, очень сложно, там дело не только в операциях, понимаешь, этот процесс, он, ну, вот, если зайти в клинику, да, это первый этаж, второй, третий, четыре, пятый, везде какие-то проблемы, начиная там от хозяйственных, да, от обеспечения, снабжения, расходники. Операция, собственно, это верхушка айсберга, да, вот это вот, когда оркестр поднялся на эту ноту и... Да, 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 вот солист сделал свою работу, закончил, зашивайте, ну, до этого сколько было сделано, да, и после этого, да, это ночная работа врачей, да, это дежурный врач, это медсестры, которые там реально... Это только кажется, что они на подпевках, на самом деле, посмотреть, как работают они, это можно оперу писать по каждой отдельно. Билл приехал с двумя своими помощницами, ассистентками, ну, действительно, это люди, которые... Ну, они не похожи на медсестер вообще, да, они действительно похожи на магов, они заняты своим делом, да, вот. Вот, исполняют вот так, что посмотреть на это, это уже само по себе как бы интересно. Я хочу написать так, чтобы всем понравилось, чтобы это не было производственным романом. То есть это все-таки будет что-то фантастическое, некая фэнтези, а... Может быть, может быть, ну, там... Иносказатель, но все, но чтобы угадывались персонажи. Там особо притворяться не придется, там действительно фэнтези, там чудеса. Я сегодня видел, как запускается сердце, это, ну, как сказать, вот сначала... Оно же остановлено на время операции, потому что работать над движущимся невозможно. Правильно, как мне сказала Кира, говорит, все равно, что зашивать колготки на бегущей женщине. Восстанавливают, выводят его из контура кровообращения. И вот когда уже все это закончено, его запускают снова, и когда вот смотришь, как сначала еле-еле начинает сокращаться предсердие, да, а потом оно раз и... Пум, пум. Это, ну, реально чувство восхода. Это вот как утро наступило, да, в отдельно взятой, как бы, в отдельно взятом помещении. То есть это... То есть это вот магия в чистом виде. Вот, и если я буду об этом писать, как о процессе, наверное, есть для этого учебники, где-то все гораздо более подробно написано. А писателю хотелось бы именно передать это вот, ну, как бы, чувство этого ошеломления, да. Вот оно было, да. Я вчера смотрел, как оперировали девочку. Это первый раз я, значит, такое видел, да, операцию на открытом сердце. Сегодня он уже кривит рот, орет, что-то требует, колотит ногой. Немножко такая маленькая, вот такая пяточка. И датчик прямой, она уже вернулась в жизнь. Ты понимаешь, это не просто описание там какого-то технологического процесса, да. За этим всем стоит обучение, практика, обмен опытом, да. Но все равно, если посмотреть на это со стороны, именно взглядом обывателя, дилетанта, не профессионала, то получаешь ощущение сокрушительное буквально. Вот это хотел я именно написать. За этим я и приехал. Я не хотел бы сбиваться там в сторону, давайте я расскажу, как это круто быть кардиохирургом, как это, например, или там восхвалять трудовые доблести, да, или там перечислить. Оно просто на самом деле поражает, ну вот их уверенность, да, какая-то гарантия возвращения к жизни, спокойствия. Нет, это абсолютно те вещи, которые кажутся страшными обывателю, да, как они их решают спокойно, как это все происходит. И действительно в этой клинике сейчас какое-то торжество, ты понимаешь, да, это круто очень. Ну, буду стараться, буду стараться написать. Я хочу сделать сначала серию статей об этом, просто чтобы привлечь внимание. Им действительно нелегко, на самом деле. Это не сплошной праздник. Вот, а книжку хотелось бы сделать обязательно. Вообще нужны новые, вот рассказываешь, а я понимаю, что реального общества нужны интересные, новые, настоящие информационные поводы. Ну, не квартирой Желещенко и шутками какими-то Зеленского нужно заполнять умы украинцев. Нет, ну это неизбежно тоже. Это проблема роста. Просто, ты видишь, я здесь как блогер, да. Блогосфера, она молодая довольно. Она начала развиваться, ну, как она появилась, но просто она особо людей не интересовала. Это вот как, например, футбол, да, когда-то был игрой джентльменов, да, то есть кто-то гонял мяч, вот, там были какие-то клубы, клабы, куда приходили джентльмены, снимали эти цилиндры, надевали трусы, бегали по полю. Это мир в целом, это не интересовало абсолютно. Сейчас футбол, я его взял как пример, да, это целая индустрия, которая занимается не только проведением игр, да, это какая-то сопутствующая реклама, это футболисты, фактически идолы, там, медийные, да, то есть проводятся чемпионаты, в которых, собственно, футбол, там, чуть-чуть, там, больше, там, церемония открытия и закрытия, салютов, так вот и блогерство, оно было когда-то именно таким клабом, ну, там, филателлия, так, знаешь, по-немножку она превращается в какой-то медийный, как сказать правильно, аспект, да, то есть можно посмотреть на вопрос, например, с журналистской точки зрения, да, можно с точки зрения бабушки под подъездом, там, где все в доме делятся на два вида, мы обсуждали только что, да, там, то есть бабушка сразу знает, это проститутка или наркоман, вот у нее спроси, она сразу, да, да, есть еще блогерский такой взгляд, который отличается от обывательского, от профессионального, да, от репортерского, потому что блогер не проводит расследование, знаешь, да, то есть у него нет времени, и хыстаным, то есть он дает свою субъективную оценку, возможно, из-за этого люди делают ошибку, когда путают журналистику и блогинг, журналист должен гарантировать какую-то объективность и все-таки стараться не показывать личное отношение, если оно не является частью какого-то творческого концепта в целом, да, блогер, наоборот, это делать должен, он, да, он имеет право, например, ошибиться или, скажем, слишком эмоционально отнестись, вот, например, ты вспомнила сегодня квартиру Лещенко, ну, а что такого на самом деле, ну, если человеку не удержит, но у него есть деньги, и он же не украл их. Он их занял. Да, он их занял, то есть реакция блогосферы была в основном эмоцией, да, то есть людям не понравилось то, что человек, который себя позиционировал как борец с коррупцией, а что он сделал, собственно говоря, он же, его в коррупции никто не обвинял, просто это было как-то образ померк. Ну, просто образ революционера и борца, он должен быть сир, убог, нищий и босонок, я так понимаю, вот, ну, для общества, он не должен иметь апартаменты 200-метровые в центре Киева и при этом бороться с коррупцией. Ну, вот как-то вот так общество, видимо, решило, или отдельная часть общества. Нет, я хотел сказать, что реакция именно блогосферы может быть нелогичной абсолютно и не привязана к уголовному кодексу, просто это не понравилось, об этом сказали, это как ребенок плачет, никто не знает, о чем он зарыдал, да он просто проявил свое отношение, дальше доказывая, не доказывая, опять-таки, мнение блогосферы это несут, приговор за ним не следует никакой, кроме общественной реакции, так что, наверное, можно это близко к сердцу не брать, а можно им брать, но, по крайней мере, появился еще и такой фактор, как реакция блогосферы, как реакция, ну, блогосфера, это же не только блогеры, это все, кто их читает, это масса людей, которые получают информацию и составляют мнение свое о мире именно из этих источников. А то, что им нравится или не нравится, например, это уже дело десятое, ну, это не управляется никак. Вот, общество выразило, например, свое отношение вот так вот, по этому поводу, и я немножко уже в сторону ушел, да, таких поводов становится все больше и больше, то есть общество все чаще и чаще выражает свое мнение по тем вопросам, мнение, по которым раньше его не спрашивали, понимаешь? Поэтому вот такое ощущение, что жизнь стала активнее. На самом деле, ну, и раньше такое происходило, да, вот Зеленский, ну и что? Ну, пошутил, ну, неудачно, ну, в конце концов, он же не Олимпиаду открывал там, да, какой-то, по сути, проходящий абсолютно медийный момент, и он там пошутил, вот таким образом. Отреагировали так, как будто вулкан взорвался. Вот, просто такие случаи, благо сфера развивается, становится активнее, растет она, как все цифровые технологии, медиа, вот так вот. И поэтому такое ощущение, как будто этих событий стало больше. Их столько же, просто меняются к ним отношения, вот. А я просто не хотел бы, чтобы выпадали из поля зрения гораздо более интересные вещи, как, например, та, из-за которой я приехал сюда, да, это четверка, это... Это намного важнее, это вечная. Клиника Игоря Поливенко, да, это Харьковский центр кардиологии детской. Важнее тут, ну, для меня, да, скажем, для кого-то нет, но не хотелось бы, чтобы все-таки благо сфера окончательно вытеснилась в сторону сиюминутных обсуждений и скандалов, потому что на самом деле это ничуть не менее интересно. Ну, для сиюминутных комментариев я, в конце концов, в соцсети, где можно покричать, поругаться, да, но зачем же благосферу в это превращать? Ну, вот по твоему мнению, вот все-таки украинская благосфера, она разнообразна, либо все-таки вот большинство пишут на похожие темы и что-то не затрагивается? Ну, если так вот анализировать, как... Смотри, темы похожи, ну и что, темы-то одни вообще, то есть поводы одни и те же, просто рассматриваются под большим количеством углом, поскольку нету, скажем так, интересантов с четко выставленной позиции. Если, например, этим занимается журналист, то есть как минимум редакционная политика, там политика владельца компании, допустим, или даже традиции. То есть мы никогда, например, не говорим о спорте. У нас такое правило просто. Поэтому зависит от количества, как бы, проекций, да. То есть есть, например, канал, я не хочу говорить, какой они, знаешь, Тимур, да, они появляются, исчезают, бывают, загорают даже. Да, то есть есть вот такие проекции, через которые человек может при желании какую-то проблему рассмотреть. Блогер же, он же как взбесившаяся ела, то есть он вот так вот прыгает по плоскости вопроса, сегодня это ему нравится, завтра нет. Поэтому благосфера все-таки развивается быстрее, чем люди привыкают к каким-то ее правилам. Но она, по сути, правил не имеет. Но я думаю, что точно так же было, например, удивительно появление когда-то газет, да. Ты понимаешь, когда вместо слухов ты мог воспользоваться там. Пройдет какое-то время, как-то это все обретет какие-то формы, а может и вообще изменится, я не знаю. Но однозначно то, что благосфера сейчас показывает четко, что она является нечто, вернее, как правильно, нечетом, нечетой, нечетом. Она является чем-то отличным, да. От традиционной журналистики их не стоит даже сравнивать абсолютно. Благосфера это такая большая, большая такая, вот есть супница, да, а это сплетня, сплетница, можно так сказать. Но все равно тоже интересно, тоже нужно. А что лично для тебя важнее, писательство, либо блогерство, либо их, ну… Важнее? Ну вот как, даже не важнее, а интереснее заниматься. Есть вещи, которые не важнее, но они, по сути, требуют больших затрат времени. Есть вещи, которые более важные, но на которые ты много времени уделить не можешь просто. Ну это, я считаю, что ведение блога вообще, да, и там какая-то политическая, я не знаю, так скажем, общественная публицистика, да, наверное, она сейчас, во-первых, является для меня некой обязанностью. Потому что я свой блог открывал для конкретной цели, это информационное сопротивление агрессии, поэтому бросьте это сейчас, не могу. И, естественно, я это делаю и буду делать дальше. До тех пор, пока не почувствую, что это уже не нужно, или, например, кто-то это делает еще лучше, чем я, или, допустим, больше, чем я, поэтому нравится мне это или нет. Я вот выехал из Кива, перехал в Харьков, у меня три дня блог не обновлялся, я себя ощущаю уже как-то не так. У меня такое ощущение, как будто я дома забыл на плите там молоко, так понимаю. Утюг выключить. Я предупредил, что будут выходить реже статьи, но у меня все равно такое ощущение, это два года уже все длится, и у меня ощущение, что я газ не выключил. То есть надо вернуться срочно в номер гостиничный, и сесть, хоть что-то, хоть что-нибудь отправить, чтобы это чувствовалось мне. То есть это то, что делать надо. Потом вообще я скажу, что для писателя благосфера, вернее, личный блог, он полезен тем, что держит в тонусе. Это каждый день, да, а бывает, когда писать не о чем, например, на тематику, то мир всегда найдет повод для тебя, чтобы ты высказал свое мнение. Но, конечно, писать книжки намного интереснее, это совсем другое. Ну, трудов же не меньше. Также каждый день нужно, как ты говорил, качать умственную мускулатуру, привычку. Я не знаю, я за всех не скажу. Для тебя просто. Для меня, я просто не так чуть-чуть пишу. У меня час работы, собственно, с материалом, это пять часов работы до него. Поэтому, если я уже сел что-то писать, то я уже знаю, что это будет. Могу даже спеть это. Не знаю, как у других, у каждого по-разному. Вот у меня есть товарищ Паша Белянский, паштет, он, кстати, потрясающий абсолютно парень. Он выпустил книгу, называется «Я работаю на кладбище», и вышел уже ее перевод. Правда, не знаю, где она продается. Ну, кто захочет этого найти. Сборник, как бы его истории из жизни, да, он оказался, ну, по крайней мере, для меня открытием. То есть я узнал, что Пашка, Пашка, да, мы с ним там общались, встречались. Но то, что действительно из обрывков блога, из каких-то рассказов он соберет, ну, скажу, литературное произведение, да, стало для меня открытием. Мне что-то казалось, что это только я так могу, там, если что-то там по императрии. Оказывается, что, да, возможно, введение блога когда-нибудь станет нормой, например, для писателя, как когда-то для писателя, там, допустим, Пушкина возьмем, да, для него было нормально в день писать от руки чернилами, там, 10-15 писем и их рассылать. Вот ему было нечего делать, он столкнулся за конторку, брал лист бумаги, чернильницу, усиное перо и писал, там, эпистолярный жанр, да. То есть, да, вот таким образом себя литератор поддерживал в какой-то форме, в каком-то тонусе, вот. Может быть, сейчас это станет, вернее, место этого займет введение блога. Я с удовольствием читаю, например, блог Янова Валетова, но все-таки книжки у него круче. Да, он очень в блогах эмоционально, его часто разводят на дискуссии абсолютно бессмысленно, его провоцируют, он очень человек искренний, энергичный такой, он взрывается буквально, он начинает там вести разговоры с тем, допустим, с кем я бы не стал просто разговаривать трое время, да. Но, тем не менее, вот, да, есть блог, я просто не рассматриваю блог как приложение к литератору. То есть, я пишу книжки. Ну, то есть, это две... Да, это не офис, да. Для меня это тренажерный зал, там, где, допустим, там, отработать материал, да, потом как-то раз, потом все забыли, ты его достал. Я знаю, что в четверг в Харькове ты будешь встречаться в клубе Пентагон, да, с фанатами, с поклонниками, вот, немножко об этой встрече расскажи. Я пока о ней еще ничего не знаю. Пока еще ничего не знаю. Я знаю, что нам будет. Просто знаю время, да, ну, приду, поговорим. Я хотел бы все-таки поговорить о аспектах информационной войны. Почему? Ну, это стало все-таки в последнее время моей именно специализацией определенной. Вот. Большая часть сил уходит на это. Поэтому, наверное, будем говорить все-таки о способах и тактиках, главное, введения информационной войны. Потому что я... Ну, есть какие-то, есть какие-то такие дисциплины, да, которые с этим сопряжены, но они, ну, например... Слушай, я даже не знаю, как это объяснить. Я, наверное, вернусь к себе. Да, вернусь. Да, это чуть-чуть не так. Просто в этом деле тактики меняются быстрее, чем их успевают формализовать и переписать их по пунктам. Понимаешь, то есть это, как вот я пытался это Игорю объяснить, как применение танка. То есть танк был 100 лет назад, и танк есть сейчас, да, но он сначала использовался для, там, прорыва через ключую проволоку, потом он поддерживал пехоту, потом эти бронеклинии, и так, так, так. То есть машина как бы одна и та же, но тактика меняется. В информационном мире это происходит еще быстрее. Если мы, там, говорим, вот методичка, я смотрю на то, что происходит, например, в, скажем так, на театре информационной войны, там, в принципе, наверное, методичку надо менять быстрее, чем она вылазит из принтера. Да, то есть выработать какой-то универсальный код, там, защиты или нападения невозможно. Но мы об этом поговорим на все речи. Есть же что-то, вот главное, что поможет, ну, скажем так, обывателю фильтровать, ну, чтобы не искатиться окончательно в это разгребание фейков, ну, чтобы реально отделять, где фейковая новость, где нам пытаются промоить мозги. То есть любой может покупиться. Безусловно. Как любой, конечно, да. То есть хорошо сделанный распятый мальчик в новостном поле может подкосить много. Я даже не знаю, как тебе сказать. Смотри, сколько бы человек здоровьем не занимался, если его обработать газом ядовитым, то он умрет в любом случае. Нет таких здоровых людей, у которых есть иммунитет, там, от нервно-паралитических газов. Примерно то же самое работает и в информационном, как бы, поле. Помогает противогаз. Надо знать, надо его иметь и знать, где он лежит. Это такими вот безусловными, например, способами является, я не знаю, как это у вас называется, квалификация источника. То есть мы знаем, что этот человек всегда врал. И не стоит думать, что в этот раз он случайно не соврал, а сказал правду. Может быть, может быть, он сказал в этот раз правду, но все равно рассчитывать на него, как на... Короче, я бы... Я бы ему не стал доверять. Я бы на его новости деньги бы не поставил. Поэтому вот правильно учиться все-таки не разгадывать каждую ложь по отдельности, а просто определять лжецов и уже себя вести дальше, соответственно. То есть искать источник лжи, кто был первым, и смотреть... Ну, можно и последний, в принципе. Ну да, кто размножает эту новость последним. Так, значит, в Харькове ты будешь еще сколько дней? Хотелось бы быть, конечно, до... Подольше, да? Подольше, да, пока Билл не закончил свою миссию. Это все-таки самое интересное. Более, когда она будет снова, это же такое дело, это надо... Чтобы повезло тебе, ты на нее попал. Ну, я думаю, что число, наверное, до 17-го, до 20-го еще буду. То есть все-таки вот хочется поглубже погрузиться, да? Чтобы сошел первый вот этот вот шок от увиденного, восторг, глубже, глубже, тонкости. Ну, вообще это нормально для любого человека, не только для блогера, это быть там, где интересно. Здесь максимально интересно и круто, на самом деле. Очень здорово, я скажу. Нет, ну просто для каждого же интересно свое. Некоторые скажут позже, что интересного может быть. Кровь, операции. Ну, крови там не так и много, все-таки, 21-й век. Если эта операция малоинвазивная, да, то может ее вообще и не быть. Я сегодня смотрел, как Дима Волков делает... По-моему, он все-таки диагноз сегодня делал, а операцию будет делать завтра. Ну, это фантастика вообще. Это действительно поразительно просто, да. Да, это техномагия. Да. То есть все-таки это вот... За этим стоит съездить в другой город. Конечно, конечно. Если в году 52 недели, то одну из них на такую отдать, то это однозначно в плюсе и остаешься. А вот спрашивала снова детская книга. В прошлый раз ты здесь говорила, что да-да-да, я пишу, пишу детскую книгу. Ну, во-первых, есть определенное сопределение материала. Да, я издательству обещал. Получилось, как я немножко неверно оценил возраст потенциальной аудитории. Перечитал, посмотрел, все-таки немножко это свернул. Не получилось сразу, почему все-таки я рассчитывал на детей постарше. Немножко постарше. Поэтому пока взял паузу, будет обязательно. Все, ну, ты же помнишь презентовать детскую книгу где? В Харькове и в нашей студии, в студии программы «Отражение». Снова приглашаю в гости. Спасибо. Напомню нашим зрителям, что у нас в гостях был Святослав Горький Лук, блогер, писатель. Благодарю за участие в программе, за интересную беседу, вам за внимание. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин